друзья приветствую вас сейчас мы с вами будем обозревать тональные кремы которые использовала я и моя невестка если вам интересно продолжайте смотреть это видео итак в нашем обзоре участвуют биби крем из серии oriflame beauty по-моему раньше называлась это самый светлый тон fair называется он на английском код продукта 26 524 крем из серии everlasting то есть стойкая тональная основа от и ван то же самый светлый тон насколько я помню тон лайта его ли лареаль и вычет биби крем пять в одном и биби крем гарнир все актив анти имперфекшенс биби крем от джаст джаст мэйк а вот они ума мощи rising bright covering мощи разных я правильно прочитала я не знаю ни разу не читала не слышала это слово как оно произносится так что прошу прощения так и сиси крема то не моды сиси крем luminous пью аура опять же прошу прощения за английский неправильно прочла spf 30 и и плюс плюс аура и так начнем с чего давайте хронологическом порядке наиболее старший из всех этих кремов это биби крем лареаль ньют мэйджик и надо сказать очень интересный продукт один из первых биби кремов появившихся у нас в наших магазинах в сети ритуаль он был куплен и там всего было из биби кремов было представлено всего три крема один из них лареалевский второй гарнир и третий какого-то более дорогого бренда сейчас точно не скажу не помню что биби в понимании лареаль было тогда это пять в одну то есть совершенно ровный тон идеальная гладкость естественное сияние незаметное покрытие и увлажнение 24 часа признаться мне он настолько он настолько легкая у него жидкая текстура что я не очень доверяла его увлажнению использовала его на увлажняющий крем обычно потому что мне казалось что без предварительного нанесения какого-то крема этот крем забьется в поры морщины подчеркнет их хотя может быть и зря я пробовала кажется бывали случаи что я пробовала и без крема наносить вроде бы ничего такого не было ах да я боялась что он подчеркнет шелушение но шелушение у меня подчеркиваются и с любым средством настолько они сильны бывают интересен он тем что он представляет собой такое белое молочко в котором можно разглядеть какие-то частички при хорошем освещении бежевые микрокапсулки при растушевании при это размазывание он желтеет приобретает желтый оттенок но сейчас когда нет сравнения с другими кремами не очень заметно что он очень желтый покрывает он маскирует недостатки он на 3 с плюсом я бы сказала очень заметные выпуклости покраснение прыщики шелушение он не скроет тем не менее я им пользуюсь мне нравится его матовый финиш вот я им пользуюсь с удовольствием мне нравится наносить на лицо это молочко невесомое не ощутимое я не знаю производится ли этот крем сейчас он наверное обновился есть другие наверное более свежие новые версии вот я им пользуюсь до сих пор и он не закончился ну благодаря тому что он не единственный у меня у меня много других кремов корни но это не мой горнее это горнее невестки я у нее поспрашивала а ей нравится что его можно использовать без увлажняющего крема то есть увлажнение он содержит и с этой задачей справляется хорошо это разновидность биби крема от горнее которая предназначена для проблемной кожи здесь написано для смешанной и жирной кожи крем против несовершенств тон у него вот такой вот довольно таки бежевый себе я обычно покупаю более светлый хотя по факту у меня кожа темнее чем у невестки но видимо поэтому я покупаю более светлой хочу выглядеть светлее как у всех биби кремов горнее у него такой сияющий финиш за счет чего за счет этого сияния наверное он призван скрывать недостатки но я вот мне не нравится в биби кремах от корни именно вот это сияние которое очень похоже на блеск жирной кожи с чем я борюсь в своей коже да тон этот мне не подходит но смотрите наверно вам не видно что тут а так в целом крем очень удобный хороший удобен тем что его действительно можно использовать без увлажняющего средства то есть это биби крем для случаев быстро когда очень спешишь нанес на лицо и и пошел несовершенствах кожи не знаю как он скрывается борется с этими спрышечки с прыщечками разными другими недостатками у меня был такой крем из самой первой серии который без всяких разновидностей для любой кожи для любого возраста справлялся неплохо наверное действительно его можно на отнести к биби крема в понимании в корейском понимании с биби кремом и с арифлеймом меня связана такая история я участвовала в конкурсе который разыгрывался в нашей группе в контакте в казахстанской группе контакте арифлеймовской ну мы должны были предложить какой-то новый продукт для арифлейм и я предложила биби в то время у арифлейма не было биби свое предложение оформила так что все уже бренды выпустили арифлейм отстает со своей скандинавской медлительностью пора бы запустить уже биби крем на что арифлеймовцами состоящими в этой группе я была вообще абсолютно не поняты никто понятия не имел что такое биби крем товарищи это уже было в то время когда вот эти кремы уже были в продаже я не знаю как можно так отставать если вы не любите косметику поскольку состоите в группе арифлейм почему же вы в это время не знали о биби кремах которые были очень популярны очень популярны но все-таки через год биби крем вышли не могу сказать что арифлейм мучил мое предложение потому что запуске какого-то продукта запуск какого-то продукта нового это процесс не одного года для такого концерна крупного скандинавского мощного как арифлейм то есть идея то ими давно уже была схвачена они все занимались разработками и вот это вот один это первый биби крем в арифлейм биби крем вообще блэмишь блэмишь балл то есть бальзам против прыщичков в понимании арифлейм они предложили новую расшифровку бьюти балл какие-то 5 5 в одном маленький тюбичек сравнению с по высоте маленькие но содержится здесь 30 миллилитров как стандартные упаковки в принципе все во всяком случае все тональные средства арифлейм они как правило 30 миллилитров редко бывает 35 клев я взяла самый светлый здесь тон фейр называется ну я не знаю стоит ли приводить код продукта поскольку он сейчас перезапущен вышел с серии the one но этот продукт вот конкретно этот бывает в распродажах его можно поймать поэтому да наверное стоит назвать код 26 524 произведем в польше то он по-английски называется fair по-русски по моему светлые не помню точно он очень светлый достаточно густой вот и его нанесла небольшую капельку я конечно жадная но я не по этому каплю я хочу показать что он покрывает очень большую площадь такую каплю можно растянуть на четверть моего лица ну вот так покрыть вот так покрыть цвет участница мне нравится то который получается в итоге он скрывает недостатки выравнивает рельеф то есть вот эти морщины поры он скрывает благодаря плотности и такой текстуре немного гелевой что ли вот эта густота какая-то такая кисельная в нем есть я не разбираюсь ингредиентах я не знаю что именно делает этот крем таким но вот что есть то есть в общем крем неплох мне нравится хотя он у меня пришел на замену корейскому крему от миша по сравнению с миша он мне понравился меньше ну просто вообще-то честно говоря вообще не понравился сейчас когда мне нет миши по сравнению с другими он мне нравится выглядит неплохо и он не дает делает мое лицо фарфоровым по сравнению с кремом от лориаль который делает мое лицо желтым таким загореленьким но как это сейчас и модно а после этого крема такое фарфоровые и сияющие так еще один биби крем я покупала думаю решила ударить по корейским кремом и купила биби крем от just и он мне абсолютно не понравился он был очень густой я думаю что он наверное загустел кажется я его показывал в пустых баночках если найду вставлю послушаю себя свои впечатления потому что сейчас я уже забыла в общем этот биби крем я никому не советую я не знаю если кто-то у кого-то другое мнение об этом креме пожалуйста напишите мне потому что я его не оценила может я пересмотрю свои отношения к нему может ли неправильно пользовалась но он густой очень трудно его растягивать по лицу и он забивается в поры вокруг каких-то прыщичков покраснение он растекается то есть вот эта выпуклость идет наружу красноватые прыщи вокруг него крем растекается и подчеркивает вот это безобразие так еще один крем корейский сиси я о нем рассказывала в пустых баночках и он очень похож своей консистенции на вот этот лореалевский ну в таком понимании что его выдавливаете ой и там тоже белое молочко но конечно финиш у него совершенно иной сиси это корректор цвета и именно эту задачу он и выполняет то есть он выравнивает вам неравномерно окрашенные участки лица и лицо становится единым цветом и у него сияющий эффект такой подсвечивающий именно вот это освещение такое благородное фарфоровое очень красиво когда ты используешь этот крем ты понимаешь почему люди в корейских фильмах выглядят так красиво почему них такие кукольные фарфоровые лица это косметика в общем хороший крем и главное что тоже очень экономичный хватает его намного в общем мне понравился он прозрачный он не закрывает не скрывает вот эти все подробности лица но это свечение она вот рассеивает вот это за счет этого свечения происходит выравнивание наверное уже повторяю дальше вот этот стойкий крем от oriflame я показываю в последнюю очередь хотя хронологически он наверное где-то у меня посередине должен быть а почему потому что сама я им не пользовалась им пользовалась моя невестка крем стойкий хорошая пигментация очень хорошо покрывает кожа дышит при этом он густой вот так же как о чем я только что говорила вот об этом креме тоже какая-то у него кисельная такая густота что-то такое на чем-то таком он замешан что дает как ни странно экономичность использования то есть если вы нанесете не растягивая то у вас будет такой хороший слой штукатурки на лице если вы правильно подберете тон то его не это слов этого слоя штукатурки не будет на лице есть люди будут видеть ваш ровную кожу и ровный цвет наносите утро вечером часов в семь он только начинает сползать то есть держится весь день весь рабочий день вам обеспечен у меня тон слоновая кость и он очень хорошо вроде бы неплохо мне подходит почему я не стала пользоваться им сама потому что у меня были другие кремы и вот получилось что я пользовалась другими кремами а за это время моя невестка а он пригодился моей невестке вот так и в общем да и крем я могу смело рекомендовать кому интересно экономичность использования стойкость плотное покрытие скрытие недостатков в общем только правильно подберите себе тон потому что если он не будет подходить то он будет выделяться на вашем лице невестка отметила то что граница цвета видна ну потому что плотная пигментация и друзья на этом мой обзор закончен если вам было интересно не забудьте поставить лайк я буду очень рада если мой обзор был полезен я желаю всем красоты здоровья и счастья удачи успехов во всех делах пока пока ваша аюна дорогие друзья приветствую вас сейчас я вам расскажу о этих тональных средствах это корректоры как